12 попыток ЭКО, развод с мужем-тираном, проклятие на последнем герое, все неудачи Татьяны Лариной, давайте обсудим сегодня. С первого появления на телевидении яркая блондинка запомнилась зрителям тем, что легко дошла до финала 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». В дальнейшем Татьяна Ларина продолжила магическую практику и приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». Биография Татьяны Лариной полна загадок, что, наверное, нормально для человека со столь необычной специализацией. Начнем с того, что ее имя – это псевдоним. Родилась сумеречная ведьма 21 февраля по ряду источников 1968 года, хотя раньше в соцсетях Татьяны указывалось, что ей больше 100 лет. Разумеется, это не может быть правдой, ведь и блондинке 56 дать уж слишком много. Больно молодо она выглядит. Прежде чем заняться эзотерикой, Татьяна пробовала себя в медицине, в парикмахерском искусстве и в музыке. В юности она работала певицей, преподавала вокал и даже записала альбом. Однако ее лирика оказалась невостребованной. Одно время Ларина жила за границей, где трудилась моделью. Как же блондинка пришла к магической практике и помешал ли дар создать крепкую семью? Петербургская ведьма. С раннего возраста Татьяна Ларина видела то, чего не могли заметить остальные. По словам экстрасенса, способности достались ей по наследству от бабушки. Вначале девочке казалось, что никакого дара у нее нет. Затем она начала говорить какие-то вещи людям прямо в лицо. Ее родителям это не нравилось. Они пытались ее пугать психиатрической клиникой, чтобы она просто захлопнула рот. Но Татьяна чувствовала, что появилась на свет ради сохранения семьи. Мама была увлечена карьерой, а отец намеревался уйти. Однако остался с женой, узнав о ее беременности. Папа просто обожал дочку. И родственники не растеряли свою связь до самой смерти мужчины 25 лет назад. Его отравили алкоголем. Участие в шоу экстрасенсов. Еще одним судьбоносным событием для Татьяны стало знакомство с победительницей девятого сезона «Битвы экстрасенсов» Натальей Бантеевой. Ларина обратилась к ведьме с жалобами на головную боль и ночные кошмары. Наталья сразу поняла, что перед ней сильный медиум. Именно Бантеева посоветовала блондинке пойти на телешоу, чтобы утвердиться в предназначении. В 15 сезоне «Битвы экстрасенсов» Татьяна произвела впечатление на зрителей с первого же испытания. Медиум призналась, что специально обняла перед выполнением задания с багажником ведущего, чтобы подпитаться его энергией. Татьяна говорила, что взглянув на человека, может увидеть не просто картинки из его жизни, но и момент, который сломал ему судьбу. Несмотря на все громкие заявления, они не принесли ей победы. Первое место заняла Джулия Ванг, ну а Ларину удостоилась лишь второго места – ее муж-тиран. Задолго до участия в битве Татьяна была замужем. Об избраннике она ничего не рассказывала. Известно лишь, что отношения рухнули, хотя в союзе родился сын Григорий. На проекте ТНТ Ларина познакомилась с медиумом Юлием Миткевичем-Долецким. Роман взвивался стремительно. И в финале телешоу Юлия опустился на одно колено и сделала возлюбленные предложения, на которые блондинка, не сомневаясь, ответила согласием. Разумеется, зрителям была интересна дальнейшая история развития отношений. Желание поклонников Татьяна удовлетворила, приняв участие в новом проекте «Дневник астросенса». Здесь акцент делался как раз на частную жизнь медиумов, так что публика увидела, с какими проблемами они столкнулись. 8 июля 2015 года маги поженились, а через два дня умерла мама Татьяны. В конце 2016 года супруги поделились, что планируют увеличить свою семью. По их общим словам, их ребенку уготована особая судьба. Родится сильная ведьма, которая повлияет на будущее всего мира. Однако 12 попыток ЭКО не дали результатов. То ли из-за нездоровой обстановки в доме Ларина конфликтовала со своей свекровью, в дальнейшем все же выяснилось, что рождение общего ребенка вряд ли спасло бы семью. Первые ссоры у супругов возникли, когда начались финансовые проблемы. Ларина оказалась единственным кормильцем в семье, в то время как Юлий сидел у нее на шее. Он считал, что все мои заработки должны делиться пополам, откровенничал экстрасенс. Как-то взял 400 тысячи стояника и ничего не сказал. Получается, как будто своровал. Терпение просто лопнуло, когда узнала, что он еще и изменяет. Собрала вещи, забрала сына и сняла квартиру попроще. Но это было не все. Ведь помимо измен, Ларина обвинила мужа в домашнем насилии. Супруг стал агрессивным, срывался, бил Татьяну. А наутро вел себя так, словно ничего не произошло. Руку он поднял и на ее сына. Именно поэтому она его дала на развод. Последний герой. Актеры против экстрасенсов. Ларина ненадолго оставалась одна. Весной 2018 года она объявила своим подписчикам о начале нового этапа в жизни и показала совместное фото с возлюбленным Владимиром Каном, боец смешанных единоборств. По словам экстрасенса, был в два раза моложе ее. Однако разница в возрасте не повлияла на отношения пары. Владимир одобрял участие возлюбленной в телепередачах. Однако с трудом отпустил ее на остров, где состязались участники шоу «Последний герой». Актеры против экстрасенсов. Сын Татьяны остался дома с няней и очень переживал, что мама будет голодать. Ларина действительно сбросила 8 килограммов. Но никаких проблем со здоровьем она не приобрела. Конфликт разгорелся, когда большинство экстрасенсов проголосовало против блондинки. Она выкрикнула им «Горите в аду и будьте прокляты, все, кто меня предал! Все негативное, что случится с этими людьми, будет исходить от меня!» Сказала гневная Ларину. А также она обвинила организаторов в жульничестве. Сказала, что якобы на острове были установлены специальные глушилки для экстрасенсов, чтобы уравнять их с актерами, и экстрасенсы не могли пользоваться своими способностями ради победы. Но это же нонсенс! Зачем приглашать в шоу экстрасенсов, а затем лишать их возможности проявить себя? На данный момент она продолжает практиковать магию. Запустила даже свою линию одежды. Она продолжает появляться на телевидении и в различных телешоу. Также рекламирует свою подругу Наргиз Закирову. И поклонники заметили, что у нее пропали фотографии с ее возлюбленным. Многие подумали, что она рассталась, но сама Ларина комментариев не дает. Наверное, у мага должна остаться хоть какая-то тайна.